здравствуйте друзья добрый вечер пол девятого вечера вот еду домой и надо сказать что странные какие-то обстоятельства на нашу голову высыпались в связи с тем что я хотел на втором этаже нашего здания снять дополнительное помещение то есть все было хорошо но когда мне в пятницу прислали контракт на него а контракт этот является как бы дополнением амэндмент есть такое слово вот дополнением к тому контракту который у нас уже есть на первом этаже и там как бы кроме денег там всего такого там были написаны специальные условия и специальные условия были такие что студенты не могут пользоваться значит туалетом на втором этаже и мы это обговаривали то есть я говорил с сотрудницей этой менеджмент компании что мы как бы понимаем что это нагрузка на тех кто там работает на втором этаже там может быть на весь этаж человек не знаю там десять вот и я бы мы будем ходить на первый этаж туалет там не вопрос так они написали нам что во-первых студенты не ходят в туалет на втором этаже а во-вторых вообще там студентов быть не должно только административный персонал но дело в том что это смешно потому что если студентов там нет чего-то даем в туалет там ходить как бы не было никогда вопросом но я им написал в пятницу и говорю что мы не будем там вести занятий но нам нужны для лабораторах какое-то место нужно ну я написал в пятницу вчера позвонил там оставил сообщение что никто не отвечал сегодня вторник сегодня мне отписались вот эта женщина кресть крестина ее зовут крестин это крестин мне пишет что ты знаешь не получается вот на втором этаже вот учебного заведения мы не хотим ну то есть они не хотят чтобы люди туда-сюда ходили по лестницам движения по лестничного не хотят вот если будет что-нибудь на первом мы тебе тогда скажем и я ей так с одной стороны я пишу такую объяснительную типа мы же с тобой договаривались что туалетом они не пользуются но зачем же нам столько помещения если там у нас нет столько новых сотрудников что там на 50 процентов офис увеличить в общем такое странное было общение вот и на что она мне ответила что ты знаешь год при всем при том как бы мы хотели вот вас тут обустроить но вот тут у нас вот в администрации менеджмент компании как бы общее мнение такое что ну вот как бы нехорошо таких как выдержать на втором этаже все вот на этом все закончил но между первым ее сообщением и вторым я пошел так лихорадочно искать что-то мы стали ну какие-то планы строить дело в том что у нас с первого числа выходят два новых человека и сотрудника новых но просто их некуда посадить ну совсем некуда ой господи но не будет же из-за двух сотрудников брать такое место где там сидеть должно 15 но чем до стали мы лихорадочно значит шнырять смотреть чего есть и соседнем с нами здание соседнем есть помещение небольшое ну вот скажем так ну не в три раза меньше чем вот то на втором этаже ну процентов может быть 40 от него ну вот и получается что да там такой офис сейчас там мимикера проктор работает до конца месяца а с первого мая значит антира проктор уже не будет но там может быть им нужно несколько дней привести в порядок в общем то мы могли бы туда уже заезжать я поговорил с риэлтором который брокером который занимается арендой помещений и договорились что мы завтра там пойдем посмотрим они подъедут и мы пойдем посмотрим то есть договориться надо было не столько со мной сколько с хиропрактор ну со мной тоже конечно что кто-то придет вот мы пойдем с хиропрактором поглядим на это дело и значит все таки как там два офиса и такой предбанник для ну как сказать для секретарши да можно так сказать но дело в том что для нас предбанник для секретарши нам там секретарши не нужно у нас основной офис в другом месте вот а по расстоянию но я не знаю там 50 метров но убедиться ну 70 максимум от одного до другого то есть очень удобно и два офиса предбанник соответственно мы подумали что мы шумную компанию будем обустраивать у нас внизу вот она в нашем основном помещении у нас есть учительская и там три педагога находится ну и какое-то количество там всяких тумбочек ящиков там столиков и так далее значит мы педагогов наверное отправим туда в офис надо посмотреть на офис надо посмотреть на масштабы там и так далее поэтому в общем будем будем смотреть что там происходит но чем такие такие вот новости неожиданно пойти вроде договорились и вроде бы вот что такое телефонная договоренность пойти я говорю что мы не будем пользоваться туалетом они говорят надо бы задокументировать я бы конечно запиши и в итоге приходит документ в котором не только туалетом пользоваться нельзя вообще студентов там быть не должно но это уже совсем как бы получается даже я не знаю ну в конце концов помещение стоит пустое пусть него сдадут сами там мы не рвемся я тоже начал думать как это лишнее место использовать я уже придумал идею со стартапами там и так далее ну ладно значит посмотрим что дальше будет как как это все будет реализовываться во всяком случае вот пока пока так хлопотно хлопотно друзья с этим делом надо сказать что на этой плазе где мы находимся четыре здания и два из них находится в таком как бы корпоративном видении а еще два являются кондоминиуме то есть у каждого юнита офиса свой владелец ну там есть люди которых по пять офисов они просто их сдают ну и соответственно есть такое как бы управление этого всего да кооператива и вот в этом правлении у них два два билдинга и мы же у них под снимаем парковку у них большая большая парковка мы ее для своих студентов у них снимаем и в уставе этого кооператива из двух зданий там написано открытым текстом что не разрешается сдавать то есть владельцы своих офисов не имеют права сдавать свои офисы которым они владеют школам почему так получилось потому что те из вас кто знает историю руфины которая была когда-то там 25 лет назад моим партнером вот руфина находилась вот в этом соседнем здании и студенты которые тогда приходили они производили много неприятностей соседям по офису и кончилось тем что они ее судили точнее они не ее судили они судили владельца офиса который сдал руфине это помещение и вот соответственно с тех пор они внесли в устав это хозяйство чтобы кстати вот друзья поэтому мы как бы и не претендуем собственно ни на что такое вот но одно дело взять под офисные нужны взять 50 квадратных метров там там всего 50 они они 140 как как у нас на втором этаже так вот одно дело взять под офисные нужны 50 квадратных метров а другое дело взять 140 поэтому нас у нас таких офисных потребностей просто нету соответственно значит мы часть нашего офисного народа туда перебросим скажем преподавателям совершенно не обязательно находиться вот там где все то есть они пришел на урок ушел с урока так если кто-то должен хочет зайти к преподавателю там зачет какой-то там индивидуально сдать бывает такое значит он перейдет там через площади не назовешь но от одного здания к другому перейдет там эти 50 70 метров и и все как бы не сложно не сложно вот и у нас понимаете даже при том количестве людей которые сегодня есть сотрудников у нас постоянно не хватает помещений для того чтобы интервью проводить вот приходит компания и говорят нам нужно три офиса вот а три человека пришли должны сесть трех местах ну где вот нам взять три значит начинает выкидывать из офиса там меня софия свой офис отдает у нас есть еще conference room такая вот там происходит да так вот мы теперь сможем conference room она довольно такая просторная то есть там 15 человек например могла бы вполне разместиться то есть мы все-таки хотим делать свои проекты вот брать в компаниях и делать свои проекты такой интересный процесс просто я вам рассказываю что пока ключи не получил в руки да никакой гарантии нет и вроде разговаривали и руки жали в данном случае виртуально объяснялись друг другу в любви и потом у нас репутация хорошая мы очень аккуратно платим денежку мы никогда не задержали там дать как вот тяжело когда ты лендлорд и у тебя вдруг люди перестают платить или там опаздывают или еще что-то это столько хлопостями а мы же аккуратно вот мы семь лет с половиной там ни одного человека с опозданием не заплатили мы очень аккуратно то есть они может и рады были бы но может соседям это не мне нравится конечно и там тихо знаете вот как на кладбище прийти вот там если допустим прийти на как в коридор второго этажа и простоять там 10 минут то скорее всего за 10 минут никто никуда не пройдет то есть там бы людей просто особо нет так что вот такие дела но тем не менее у нас планы как бы остаются неизменными те два человека которые должны выйти они выйдут проекты которые мы берем мы берем и где-то числа с 15 мая то есть первого выйдет человек но опытный такой тестер он много много лет уже лет 20 с лишним работы вот он будет вести в частности проекта не только проекты но вот он придет ему надо будет несколько дней на подготовку к проекту я думаю что мы еще должны будем что-то с мебелишкой порешать то есть чего-то выкинуть чего-то поставить как-то передвинуть местами все-таки если ты берешь дополнительно офисное помещение то надо его как-то обиходить тоже поэтому вот мы за эти две недельки так все распихаем и пойдет дальше значит что выяснилось тот класс который сейчас идет у нас есть группа называется full time и наша новая сотрудница лариса я ребятам горят ребята вот давайте мы сделаем свой собственный такой интерншип но условия такое что и там 20 человек записалось я бы но нет бы давайте мы все таки так договоримся если вы уже ходите на наш то дальше мы вас не как бы больше никуда не пристраиваем а просто едете откуда приехали они из разных мест это full time класс вот уже едете домой там и ищите работу таких вот энтузиастов которые хотели поехать домой и спешили и так далее их нашлось там семь человек остальные гаи нет но вот если бы просто потренироваться нет говорим вот только строго коммитмент резюме я им в течение там не за пару недель все взял резюме но что дальше стало получаться дальше приходит компания и говорят дайте там кого-то интервью и 10 человек никого не берут понимаете и говорят но неужели вас еще нету неужели вас там больше нету и мы тогда раз такое дело начинаем выдергивать вот из этого класса из этой группы которая но казалось бы должна сейчас вот закончить и разъехаться но они посильнее то есть их их на этом проекте конечно очень сильно лариса подняла и они там с автоматизации дамы со всякими делами ну и и они как бы получается существенно сильнее чем те которые есть на кампусе и их задача была не конкурировать с теми кто на кампусе да потому что за интерн шипы но получается что приходят и некого послать и в этой ситуации мы начинаем уже их тогда отправлять но чтобы не не огорчать компании которые приходят время тратить ну вот скажешь им некого так следующий раз вообще не придут ну и мы так вот начали вот этих запускать и они довольно конкурентно способны оказались так что ну в том смысле в какой конкуренции особо нет но они оказались соответствующими тем ожиданиям которые значит у компании поэтому мы как бы хотим эту линию продолжить и уже может быть переформулировать и уже не требовать чтобы это было окончательным а допустим подтягивать людей которые захотят до такого состояния когда можно их просто отдать куда-то то есть у нас сегодня проблема не в том что нет студентов и не в том что нет мест куда можно их отправить а проблема в том что они не дотягивают до того уровня который компания хочет видеть вот понимаете что происходит и вот этот вот наш внутренний интерн шип он как бы решает сейчас эту задачу то есть уже решает но мы подумали что надо будет вот на это сделать какой-то упор такой отдельный так что вот такие у нас интересные дела поэтому в том помещении в этом помещении выше ниже там через дорогу но мы это все делаем и в общем планы неизменны счастливо